МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Просрочившим свои выплаты на 90 дней появилась возможность такой процедуры, как банкротство. О ней мы более подробно поговорим с юристом Погореловым Сергеем. Добрый день. Добрый день. Как вы занимаетесь юриспруденцией? Юриспруденцией я занимаюсь уже около 10 лет. 10 лет? Вот с 2015 года у граждан, которые я уже сказал, задолжали на 90 дней свыше 500 тысяч рублей, появилась возможность объявить себя банкротом. Да, в действительности данный законопроект еще до 2015 года был на рассмотрении Государственной Думы, но, скажем так, согласовывался он очень долго, очень долго возвращался на доработку. Но я думаю, что все-таки в преддверии кризиса депутаты все-таки решили дать физическим лицам возможность все-таки обанкротиться. Вот два года прошло. Что мы имеем уже сейчас? На сегодняшний день мы имеем уже в некоторых регионах, в том числе в нашем регионе, законченные дела о банкротстве физических лиц. Мы имеем, скажем так, определенную панику у банков и у коллекторов. Панику? Ну, панику, потому что, когда физическое лицо уходит на банкротство, таким образом он решает цивилизованным методом свои финансовые проблемы. Так, давайте, кстати, точним, кто имеет право подать на банкротство? Это же упрощенно, 500 тысяч, 90 дней. 500 тысяч, 90 дней. Плюс для того, чтобы наиболее эффективно завершить дело о банкротстве, необходимо наличие хоть какого-то имущества, за счет продажи которого при процедуре банкротства хотя бы частично будет погашена задолженность. Например? Например, машина. На 300 тысяч, допустим, есть машина? Нет, даже не на 300, она может быть намного меньше стоит, допустим, даже 50 тысяч, неважно. Но для того, чтобы закончить банкротство успешно, необходимо хотя бы частично погасить долг за счет того имущества, которое у вас имеется. Вплоть до того, что это может быть даже смартфон. Серьезно? Конечно. То есть, вот я должен 500 тысяч, 90 дней не оплачивал кредит, потому что не мог оплатить там... Собрали все документы, оплатили госпольшину. Продал телефон официально? Нет, вы не продаете телефон, вы подаете в суд. Суд принимает документы, рассматривает, есть ли признаки банкротства для физического лица, полностью ли вы собрали пакет документов, он достаточно большой, и возбуждает производство по делу. И назначает так называемое наблюдение. В момент процедуры наблюдения собирается информация, скажем так, со стороны суда, точнее суду предоставляется информация. И, соответственно, если у вас действительно обнаруживают какое-либо имущество, имущество выставляют на торги. И, соответственно, после того, как на торгах кто-либо купит это имущество, частично гасится задолженность, и производство по банкротству прекращается. С этого момента человек, в принципе, уже перестает быть должным, но, соответственно, статус банкротства у него есть. А что, какие-то минусы этот статус банкротства? Да, безусловно. Во-первых, человек, соответственно, долгое время не сможет взять кредит. Человек не сможет быть ИП официально, индивидуальным предпринимателем. Человек не сможет быть руководителем организации, либо заместителем руководителя, любой организации абсолютно. В течение какого-то времени? В течение трех лет. Так же возможны проблемы с выездом за пределы России. Там тоже ограничение стоит. Ну, соответственно, это ограничение у нас люди в России привыкли обходить, да? То есть даже если у вас ограничение по выезду за границу, многие ездят из страны Азии через Казахстан. Я думаю, мы должны остановиться на этом, в этих вопросах. Да нет, в принципе, это абсолютно законный метод. Ответ юриста. Мне нравится. Хорошо. Звучит все на самом деле довольно легко и гладко. Сколько человек уже воспользовалось этой возможностью? Ну, лично в нашей компании у нас в производстве около 250 дел таких уже. И около 50 мы закончили уже. Остальное в производстве. Почему? Потому что долгая процедура сбора документов, сложный закон к применению, федеральный закон о несоставе банкротства, да? Это занимает, даже подготовка документов по такому делу занимает не меньше двух-трех месяцев. А потом уже передается в суд. И в суде это минимум три месяца. И каков, наверное, уже известен процент заключений? Это типа объявят банкротством или не объявят банкротом? Ну, скажем так, мы в момент еще, когда к нам клиент приходит, сразу проверяем признаки банкротства, да? То есть у нас пока не... Не врет ли он немножко? Да, да. Бывает и такое. Поэтому мы сразу проверяем все документы и подбираем именно тех людей, которые реально могут уйти на банкротство и признаны быть банкротом. Поэтому у нас пока отрицательной практики не было. Ну, вы правы, некоторые люди иногда недоговаривают многие моменты, но в таком случае они сами несут ответственность за свою дальнейшую... Вы сказали, что у коллекторов, у банков паника. Да, потому что если раньше... На самом деле для банка это очень невыгодно. Да, ну то есть лицо ушло на банкротство. В полном мере денежные средства, тем более проценты и даже штрафные санкции, естественно, банки не получают. Ну, соответственно, для банка это определенный убыток, да? А коллекторы то же самое. Если ранее они, допустим, могли человека там довести до состояния паники, да? То есть человек платил последнее, перезанимал, там, брал деньги где угодно. У меня были прецеденты, когда бедную старушку, скажем так, запугали, она свою единственную квартиру продала, которая единственное имущество у нее было. Вот. То сейчас, соответственно, в городе Якутске очень много юристов, адвокатов достаточно грамотных, которые могут объяснить, что есть процедура банкротства, что не надо бояться коллекторов, что никто к вам не приедет, ничего с вами не сделает, да? Коллекторы же, скажем так, используют определенные неграмотные населения, указывая, что вот сейчас мы к вам приедем, опишем имущество, коллектор не может описать имущество, у него нет таких помощей. Вот. Ну и, соответственно, все коллекторы, допустим, которыми я общался, защищая своих клиентов от коллекторов, да? Это были, как правило, жители Санкт-Петербурга, Новосибирска. То есть, и они, скажем так, покупают право требования этих долгов практически, скажем так, бесполезны к обзыванию, и начинают психологически давить на людей, да? Используют смену сим-карт, это, естественно, незаконные коллекторы, да? Потому что, по идее, по закону коллектор может только там раз в неделю с вами встречаться и напоминать вам о задолженности, но ни в коем случае не пугать и запугивать. Ну, это надо доказать, что он и пугал, и запугивал, записывать, наверное, такие... Записывать стараться, да, но здесь проблема в выявлении таких угроз, потому что, как правило, используются сим-карты, неизвестно на кого оформленные, да? Погибы, скажи, что это именно это человек. Да, в данном случае я рекомендую всем моим клиентам делать так. Блокировать эти номера, либо спокойно общаться, спокойно ложить трубку и больше не поднимать, потому что это только психологическое давление, ничего не могут сделать. В каких случаях вообще банки перепродают вот эти вот долги коллекторов? В принципе, если ограничений не указано в самом договоре кредитном, по заключению так называемого договора цессии, да, по которому можно переуступить право требования должнику, то, в принципе, банки не ограничены. То есть в момент наличия задолженности, особенно когда задолженность, например, подтверждена уже решением суда, вступившим в законную силу взыскания задолженности, то банк, в принципе, может перепродать долг физическому лицу, юридическому лицу. Более того, для самой деятельности банковской, да, лицензионной деятельности, это же лицензируемая деятельность, им нельзя копить большое количество задолженности. Это невыгодно, то есть статистически? Это не то, что невыгодно, статистически такой банк могут потом признать тоже несостоятельным, да. То есть так же, как им нельзя, допустим, непрофильные активы у себя на балансе держать. Банк, на самом деле, очень серьезно регулируется законодательством, там огромный пласт нормативных актов, и банку нельзя копить долги. Поэтому они вынуждены практически перепродавать. Реагировать, взыскивать, перепродавать, то есть искать способы монетизации этих долгов. Пускай даже поряжут свою возможную прибыль в половину, там, в три раза, но вот это денежка... Да, такое тоже, к сожалению, бывает, потому что на сегодняшний момент все-таки кризисные явления у нас в стране есть, да, поэтому, с одной стороны, физическим лицам дали возможность все-таки достойно и законно выходить из сложившейся ситуации, а, ну, банки сейчас, я думаю, не в очень хорошем положении, многие, к сожалению. Потому что не только же физические лица, и малый бизнес тоже страдает сейчас. Понятно. Так, мы вот коснулись такой щекотливой темы, как коллекторы. Расскажите, пожалуйста, про то, как часто вот коллекторы могут докучать гражданам, которые... Ну, во-первых, не чаще одного раза в неделю, во-вторых, никаких угроз коллекторы делать не имеют права, соответственно... Что значит угроз? Ну, знаете, ко мне одна из клиенток пришла месяца три назад и показала смс-ку. И с смс-ку отправили ее дочери о том, что они, скажем так, нанесут ей очень тяжкие телесные повреждения, я не буду произносить это слово, это не в цезурной форме это все было сделано. Человека просто трясло, который сидел передо мной, поэтому я всегда говорю, что юристы-то еще и психоаналитики, мы еще клиентов успокаиваем своих, то есть психологически поддерживаем постоянно. Поэтому наши клиенты, в принципе, коллекторы не боятся. Угрозы могут быть в любой форме, я так понял. Расскажите, что такие есть ограничения? Ограничения еще есть те, что коллектор не имеет права приехать к вам и зайти в вашу квартиру без вашего согласия. А, соответственно, вы можете его не опускать. Коллектор не может ни в коем случае описывать никакого имущества. Так, я понял. А что он может сделать тогда? Он может напоминать вам в абсолютно деликатной форме о наличии у вас задолженности. И если у него есть такие полномочия по доверенности от вашего кредитора, то он имеет право искать пути решения погашения задолженности. Взаимозачеты. Предлагать какие-то возможности. Да, да, допустим, взаимозачеты, может там какие-то иные способы, что-то принять в счет долга. То есть он должен цивилизованными методами, которые прописаны в гражданской законодательстве, помочь вам решить вопрос задолженности. Хорошо. Вот он все-таки докучает, угрожает. Мы можем, как граждане, которые взяли кредит, ну, проблемы у всех бывают, записать этот разговор. Это законно? Потому что, я знаю, есть какие-то ограничения. Вы должны предупредить, что ведется запись разговора. Да, были спорные моменты, можно ли писать разговор, когда вот вы с человеком сидите, да, на диктофон, или когда вы разговариваете. Дело в том, что сейчас практика сложилась однозначно. Когда я с кем-то разговариваю, я могу не предупреждать и записывать. Любого человека. Да. Не только, даже вот если я с вами сейчас сидел, то просто на улице. Даже сейчас я могу писать разговор. Да, абсолютно законно. То есть были спорные моменты по этому поводу. Сейчас практика сложилась однозначно, я могу записывать разговор свой, с кем угодно. Более того, если, скажем так, угрозы действительно очень жесткого характера, угрозы убийства даже бывают, угрозы нанесения тяжких лестных повреждений, то здесь не надо стесняться писать заявление в органы. Да, к сожалению, найти этих коллекторов бывает сложно, да, но, по крайней мере, когда органы начнут хотя бы какие-то запросы делать, да, или вдруг вызывать даже на даче объяснений, многих это успокаивает, да. Но я рекомендую, я сейчас не рекламлю у нас юристов и адвокатов, да, я рекомендую все-таки обратиться к юристу или к адвокату, чтобы он по тому телефону, с которого вам угрожали, просто позвонил и представился. Как показывает моя практика. Я звоню людям, как правило, это с других регионов люди, которые там по всей России пытаются, я так, вымогать за должности, да. Я представляюсь юристом, называю свое фамилию, имя, отчество, как правило, трубку бросают сразу. То есть юристов, адвокатов, коллекторы боятся. И успокаиваются, и перестают звонить. Потому что у нас, к сожалению, страна такова, что, скажем так, именно профессиональных коллекторских услуг у нас нет. Сергей, большое спасибо за это интересное беседу, дорогие телезрители. Хочется закончить этот блок интересной фразой, она звучит «Заплати кредит и живи спокойно». Мы не переключайтесь, вернемся к вам буквально через две минуты после короткой рекламной паузы. И вновь здравствуйте, дорогие телезрители. Вы смотрите летние эфиры. С вами самый летний ведущий Виталий Терон. Напоминаю вам, что мы сегодня обсуждаем очень серьезные темы. И далее очень серьезные темы будем обсуждать вместе с Сивцевым Семеном, консультантом по маркетингу. Семен, еще раз день добрый. Добрый день, Виталий. Вот мы недавно, может, вы видели, обсуждали с нашим сегодняшним гостем вопросы про коллекторов, про ипотеку, кредиты. Ну, кредиты, как все, наверное, знают, берут не от хорошей жизни, чаще всего, там, позволить себе что-нибудь, может быть, кредиты, чтобы закрыть прошлый кредит. Это все от чего происходит? Из-за того, что, наверное, зарплата небольшая, да? То, что... А почему зарплаты небольшие? Ну, потому что люди... Почему я вам к восстательству такой вопрос? Сивцев Сергей, почему зарплата небольшая? Ну, я работаю над этим вопросом, да. Хорошо, что вы задали этот вопрос. Ну, на самом деле, зарплаты всегда хватает. И достаточно работ, которые приносят достаточно денег. Просто люди не всегда ее находят, потому что люди не готовы к этому. Если касаться вот вопроса про кредиты, да, и про просроченную задолженность, дебиторскую задолженность, да, так называемую, скорее всего, это вопрос ответственности людей. Готовы ли они ответственность нести за свои слова, поступки и так далее? Почему человек берет кредит и не может его выплатить? Потому что он недостаточно ответственно к этому вопросу подошел. А я разберусь. А, разберусь и так далее. Ведь на самом деле кредит – это не зло и не добро. Это просто инструмент, который нужно уметь пользоваться. Часто смотрю, общаюсь с известными людьми, которые добились чего-то в бизнесе и так далее. Вот один из них, Дмитрий Потапенко, говорит, если у тебя есть бизнес на миллионы рублей, возьми кредит на 50 тысяч. Просто чтобы у тебя появилась привычка брать кредит и отдавать его обратно. Интересно, то есть, ну вот, не буду комментировать это, потому что это выше меня. Потому что я до этого думал, что действительно кредит – это зло, не нужно его брать. Действительно, это инструмент, который позволяет за чужие деньги, грубо говоря, поднять свой бизнес и поднять уровень своего благосостояния. Семен, я знаю, что в ходе своей работы, профессиональной деятельности вам часто приходится проводить собеседование, нанимать для руководителей бизнеса какие-то вакантные места работников, да? То есть вопрос поиска хорошей работы, где высокая зарплата – это вопрос волнует многих. Каких людей ищут работодатели? Да, ну, в основном я занимаюсь вопросом, который касается продаж. Это, то есть продавцы, маркетологи, пиар-менеджеры и так далее, то есть коммерческие директоры. А те люди, которых зависит, будет прибыль в компании, не будет. Здесь три основных качества, которые сейчас дефицит на рынке. Это ответственность, объективность и открытость. Что такое ответственность, да? Вот не буду врать, если из 100% собеседований, которые назначены, 50% только приходят вовремя. Из них половина не знает, куда они пришли. То есть? То есть они говорят, я видел какую-то вакансию, какую-то компанию на какую-то должность. Я, в принципе, открыт для предложений, предлагайте мне. Предлагайте мне и побольше, и побольше. И очень небольшой процент людей, которые действительно ответственно подготовились, говорят, какая компания, какая должность получается. Посмотрели в гугле, да? Смотрели хотя бы два гиси, чем занимается. Кстати, да, можно эту тему отдельно взять? Как подготовиться к собеседованию? Собеседование, получается, особенно на должность продавца, это самая главная сделка для продавца, которую хочет он заключить. Ко всякой сделке лучше приходить подготовленно. Что такое подготовиться? Во-первых, собрать информацию всю, которая есть в открытых источниках. Ну, сейчас, благо, есть социальные сети, да, интернет, у многих сайтов есть, площадки и так далее. Есть такие открытые источники, как egru.nalog.ru, да? Кто является собственником, тоже это вот все в открытом доступе. Вот, это первый шаг. Второй шаг, обязательно прийти чуть-чуть заранее. Ну, что всякое может быть. Ну, все-таки первый раз вы приходите в какое-то место, в которое раньше не было, да? Естественно, лучше подготовиться и прийти чуть-чуть заранее, потому что… Прощупать почву. Да, прощупать почву, потому что за те короткие 5-10-60 минут работодатель должен сделать вывод о вас. Мой это работник или не мой работник. И очень было бы дальновидно, хотя бы не опоздать, да, сделать так, чтобы был хотя бы один шаг к тому, чтобы сказать, человек пришел вовремя, значит, у него есть ответственность приходить на встречи вовремя. Так, хорошо. Ну, вот подготовились мы. Со стороны уже, как бы, с другой стороны, со стороны человека, который нанимает людей, какие-то, может быть, хитрости есть, нехитрости? Какие вопросы задают в основном? Вопросы в основном задают те, которые есть в интернете. То есть? То есть тут ничего сложного, там вопросы при собеседовании забиваешь в гугл, у тебя там несколько ссылок есть. И, в принципе, они все нормальные. Хорошо, а как правильно отвечать? И есть ли такой вариант правильного ответа? На самом деле правильного ответа, как правило, нет. Я раньше думал, что можно выучить ответы, там, и так далее, психологические тесты как-то подготовиться. Как продать ручку? Да, как продать ручку и так далее. Да, ну, на самом деле, все же очень индивидуально. Обычно человек принимает решение, беру я человека или не беру, это вопрос, нравится человек, не нравится. То есть это как бы, да не как бы, это точно получается, вопрос личной совместимости двух людей. То есть, по сути, и внешность, там, чуть ли не как человек выглядит. Да, внешность, запах, там, как он говорит, какие слова произносит, как он при этом, получается, выражается, да, как направлен его этот позвоночник, какую сторону, да, начищены у него ботинки, не начищены. То есть очень много факторов, которые даже тот, кто себя беседует, иногда не воспринимает, получается, объективно. Он принимает решение часто очень субъективно, то есть, да, этот классный парень был, это был не классный. А хотя разница между ними просто в том, что этот парень быстро говорил, уверенно в себе, да, аргументированно, а другой просто говорил про себя. Очень часто приходят вот такие вот продавцы, которые говорят, я хочу работать продавцом, потому что меня больше никуда не берут. Я считаю, что это единственная профессия, в которой я могу самореализоваться. Ну, часто такое бывает. Это явно так не говорят, наверное, сквозь зубы слышны вот эти слова. Прямо так и говорят. Так и говорят. Да, есть люди, которые не держат зрительные контакты, это очень важно, чтобы быть продавцом. Есть люди, которые не знают своих сильных сторон и слабых сторон, с которых приходится клещами вытягивать вот эти все стороны, да. Зачем мы должны вас взять на работу и так далее. На продавца, наверное, такое мнение сложилось, что продавец это не перспективно, не стильно, модно, молодежно, все прочее, да? Да, есть такое мнение. Почему-то оно очень сильно угнездилось у нас. У нас часто думают, что продавец это такой вот пройдоха, да, человек, который недостойно уважения впаривателей и так далее. А на самом деле это профессия такая же, как плотник, водитель, как мы обсуждали, да. Это достойная профессия, которая все зависит от человека, который там работает. И если вы готовы унести людям пользу, работать на благо людей, а не смотреть на них, как на живые кошельки, то вы сможете добиться каких угодно успехов. Продавец это на самом деле очень большой, получается, опыт работы с людьми. Человек, который умеет работать с людьми, он может преуспеть любой профессии, любой должности. Вот возьмите самого классного продавца, я уверен, он сможет стать, если не мэром города, да, то хотя бы Илдарханом. Ох, как-то загнул Семен немножко. Хорошо, а почему так? Почему так считаешь? Почему так считаю? Потому что, ну, как я уже говорил, что опыт взаимодействия с людьми, да, знать, чего они хотят и как это удовлетворить. Вот два вопроса. Что человек хочет и как ему это дать? Ну, плюс, получается, если человек хорошо продает, значит, у него три главных качества есть, о которых мы уже говорили, да? Есть у него ответственность, объективность и открытость. Человек, который начнет ответственность за свои слова, за свои поступки, за свое время, за свои, получается, действия, он всегда объективен. То есть он говорит, почему этот товар хорош, потому что вот так вот и вот так вот и вот так вот. И при этом он всегда допускает, что в некоторых случаях может быть и по-другому, чем это происходит. То есть это называется открытость. Из прошлых разговоров я помню, что вы поменяли около 9-10 мест работы. Да, совершенно верно. И самое интересное собеседование, которое было? Самое интересное собеседование, которое было, это вот была компания, которая торговала спецтехникой. Я был человек, который пришел со снабжением, то есть у меня как-то такого опыта в него продаж не было. И мы разговаривали часа два. То есть это было настоящее такое утомительное собеседование. Там было два генерального директора, получается, ну, один учредитель компании, другой учредитель той компании, которая учредила эту компанию под кадром. Да, и мы очень долго разговаривали. То есть разговор был очень разных частей, получается, касался. То есть касался моей жизненности, позиции, да, работы, опыта. Был такой тест, там, продай мне что-то, да, то есть традиционный вопрос при собеседованиях на продавца. И хотя у меня не было до этого большого опыта продаж, но мне удалось это собеседование пройти хорошо. Как мне потом сказали, меня взяли, потому что я не сдавался. Да. Это можно так прочитать. Все было так плохо, но вы не сдавались. Да, я не сдавался. Ну, что у меня, ну, не было у меня опыта продаж, получается. Я был чиновник, получается, да, человек, который, ну, сидел с бумажками и так далее. Ну, у меня было желание работать, желание реализоваться, поэтому я не оставлял попытки. Так, ну, называется это работа с возражениями, да, когда вот что-то продай мне и начинает говорить, вот это не то, это не так и так далее. Ну, я не сдавался, я всегда находил какие-то доводы, чтобы человека переубедить, и мне удалось получить эту работу. Сейчас у нас какой месяц уже? Август начался, 1 августа. 1 августа, да. И вот многие только получили дипломы, выпускники имеют высшее учебное заведение, среднее учебное заведение, и они хотят пойти работать. И их многих не берут, потому что у них либо недостаток опыта, либо они слишком молодые. Вот эти два вопроса. Как людям, которые еще без опыта, найти работу? Куда устраиваться можно? Да куда угодно. Везде. Например, можно пойти на госслужбу, пройти государственные, получается, испытания, да, тесты. Это самый простой способ. Пойти как можно больше собеседований и выработать для себя линию поведения, которая поможет работать. Те 9 мест работы, которые я сменил, да, они никогда не было так, чтобы я пришел на первое место и сразу меня взяли. Нет. Прежде чем найти место работы, мне нужно было разослать кучу резюме, как можно больше мест, в которые я хотел работать. Я туда всегда отправлял резюме, разные причем. Сколько резюме? Что, допустим, вот одно место, чтобы здесь. 5-10 резюме. 5-10 резюме. Причем нужно учитывать, получается, вакансию, на которую вы отправляете. Если в одном месте нужна, получается, там, стрессоустойчивость, да, пресловутая коммуникабельность и прочее, нужно делать в своем резюме упор на это. Если в другом месте на усидчивость, на умение работать с людьми, да, значит, нужно делать упор на это. То есть в резюме одно для всех, это получается спам. Кстати, я никогда об этом не думал. Действительно, так. А в резюме, которое вы пишете, это, получается, ваш рекламный буклет. Спам. Да. Если оно везде одинаково, значит, это спам. Если вы находите, получается, те черты, характеры, тот опыт, который у вас есть, который именно для этого места работы хорош, нужно об этом и писать. Если, конечно, работодатель не сам не загуглил этот, перечень требований к работнику и не вставил простой. Да, такое очень часто происходит, да. Ну, что греха-то ведь, такое тоже есть. Но все же он какие-то выбрал те, которые ему нравятся все-таки. Он же не взял первую папашу. Ну, хотя такие тоже есть, но в такие места я бы не стал туда устраиваться. Это значит, не сработает, но и не сработает. Вот. Следующий шаг, получается, да, это вас заслать в свое резюме и спрашивать. Здравствуйте, дошло ли в мое резюме? Кто будет рассматривать вопрос? Как с ним связаться? Когда собеседование? То есть проявлять активность. Немножко навязчивости, так скажем. Активность. Активность, так называемый. Активность, да. Ну, правильно, ты же отправил рекламный текст. Хочешь знать, дошло оно до адресата, нет? Вдруг оно попало в спам лист или не дошло до адресата, или там еще какая-то ерунда будет. Вот такое. Семеном, как всегда, была очень интересная беседа. Дорогие телезрители, надеюсь, вам тоже понравилось. Вы подчеркнули для себя несколько интересных мыслей. И мы, я хочу сказать, что наш фир заканчивается. Встретимся с вами завтра в это же самое время, на этом же самом месте. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok